Здравствуйте, дорогие друзья! Представляю вам Марию Донец. Она бывала у нас в студии, правда, что-то в последнее время давненько мы, так сказать, не пересекались, но и каждый раз она всегда удивляет какими-то очень интересными новыми идеями, новыми проектами. У нее уже есть свои ученики, есть уже свои птенчики, да, вот с которыми занимался. Сегодня она представляет такой проект под названием «Летняя школа активизма». Вот кроме этих трех слов об этой школе практически ничего не знаю, так что рассказывайте, что же это за активизм такой? Понятно, возрастная категория, на кого рассчитаны, какие циклы занятий и так далее. Да, это наша такая большая летняя школа. Мы, Ukrainian volunteer service, вообще общественная организация, которую я соосновала, считаем, что каждый человек, он должен понимать, как он может влиять на то, что ему не нравится не просто разговорами, да, а какими-то действиями, как он может взять и решить ту проблему, которая, собственно, его волнует в городе. И как он может от состояния, когда мы просто ругаем всех вокруг, перейти к состоянию, когда я точно знаю, как повлиять на то, что мне не нравится. Поэтому мы развиваем волонтерство в Украине, в Одессе. В основном в Одессе там находится наша штаб-квартира, а «Летняя школа активизма» — это наша попытка для людей, которым уже не все равно, которые уже пытались, возможно, или что-то поменять, или начать взаимодействовать с кем-то, кто влияет, показать им, как они комплексно выглядят со стороны и как они могут делать это еще системнее, еще лучше. Кто такие общественные активисты? Бабушка, которая кормит кошку у подъезда — это активистка или нет? А если я выбрасываю мусор там, где надо, и паркуюсь, где положено, я уже активист или еще нет? Или, может быть, наоборот, существует некое предвзятое понимание того, что активист — это обязательно человек, который только с сумасшедшим плакатом стоит кричит. И с громкими выплями. Да, и не дает всем работать, грубо говоря. Хотя, на самом деле, это, естественно, не так. Мы хотели бы показать людям, которые уже что-то делают в своем городе, в своем дворе, как они могут делать это лучше, да, то есть вот такая вот аудитория. Это и молодежь, и немолодежь, потому что очень много студентов, молодежных активистов, которые непосредственно приходят к нам, тоже волонтерить в том числе. Им будет интересна эта школа с точки зрения того, как они могут взаимодействовать с другими, скажем, людьми, с которыми они часто не хотят взаимодействовать, да, как они могут помогать вместе. Как комплексно они выглядят со стороны в разрезе того, как третий сектор в Украине, например, как работает для них. Третий сектор — это как раз общественные организации, которые взаимодействуют и с властью, и с бизнесом. И такой, как бы, третий разряд, который не подходит ни под бизнес, ни под власть, и как он может на самом деле влиять. Вообще нужно отметить, что за последние годы появилось достаточное количество и на уровне наших органов руководства городом, там различные конкурсы, проекты, на которые даже выделяются из городского бюджета финансирования. Существуют сами по себе самостоятельные проекты, вот действительно вот такие группы людей, которые вот они видят задачу, вот перед собой ставят и что-то делают. Причем иногда к этим людям относятся как к городским сумасшедшим, типа, а зачем это вам надо? А потому что я здесь живу, потому что я хочу здесь вот, чтобы было хорошо. Да, это именно школа для таких людей, чтобы показать, что они не одни, и что действительно может быть лучше, и потому что именно мы здесь живем, и нам как бы решать, как мы хотим здесь жить, хорошо или не очень хорошо. Собственно, школа, она длится три недели, и она собрана таким образом, чтобы можно было одновременно и узнать, понять, кто такой общественный активист, как устроен третий сектор в Одессе. Если у вас есть идея или проблема, которую вы хотите решить с помощью какой-то идеи, которой у вас еще нет, вы можете это все разработать в целый проект во время этой школы, пообщавшись со спикерами, побывав на мастер-классах. И потом в результате 18 августа у нас такая финальная презентация проектов для тех, кто уже пройдет хотя бы часть школы и будет готов презентовать свою идею и получать обратную связь. А вообще школа уже идет, у нас лекции каждый понедельник и четверг, вот так вот, в 7 вечера, и каждую субботу в 12 дня у нас мастер-класс. Мастер-класс — это когда вы что-то непосредственно делаете со спикером, и вы говорите больше, чем спикер, лекция — это когда вы больше слушаете. В зависимости от того, какая тема, мы подумали, что вот будет лучше. Сегодня, например, в 19.00, вот этот понедельник, Александр Славский, программный директор Impact Hub Одесса, это такой центр социальных инициатив, а Саша отвечает за то, чтобы там все работало с точки зрения программ для города как раз. Он в таком пространстве IQ Space на Жуковского 7 расскажет про как раз уровни активиста, как от бабушки, кормящей кошельку, можно там вырасти, стоит ли расти в какого-то профессионального активиста, скажем так. А вот в четверг в том же пространстве у нас Феликс Морозовский как раз расскажет про планирование и самые распространенные ошибки в планировании. Казалось бы, такая общая тема, но когда ты планируешь городской проект, очень четко поставить нужна себе цель и разбить эту цель на задачи. Феликс очень хорошо учит тому, как это правильно делать. Ну, естественно, составлять определенный, наверное, какой-то бизнес-план, потому что это же затратные, в общем-то, некоторые проекты, которые требуют определенных, так сказать, вливаний. А откуда не могут получать такую поддержку? Да, откуда проекты могут получать финансирование? У нас тоже есть такая лекция, она будет в следующий четверг, и его будет читать Лиза Конакова, она менеджер платформы «Мой город». Это платформа, на которую вы можете подать свой проект и с помощью краудфандинга. Краудфандинг — это когда все, кто хочешь, дают вам деньги. Такой приятный процесс, но для этого вам, естественно, нужно потрудиться. Это когда вы выставляете проект на платформу, и может человек профинансировать его. Скинуться по 5 гривен, да, это вот такой традиционный способ собирать деньги на социальный проект. Плюс во время этой лекции мы еще расскажем про то, что есть, да, и городской бюджет, который может выделять деньги на некоторые проекты, решающие проблемы города сейчас, ну и другие способы, как можно привлечь ресурсы. Значит, у вас понедельники и четверги в 19 часов, да, вы собираетесь на лекции, и по субботам в 12 часов дня у вас мастер-классы. Где это происходит? Это в разных помещениях или в одном? Да, в разных. Вот на этой неделе это Жуковского 7. Еще у нас задействованы две локации. Это 4-сити. 4-сити — это такой ресторан, городское пространство, который, всю прибыль, которую генерирует ресторан, да, прибыль, которая нужна для того, чтобы ресторан не просто существовал и развивался, а ее больше, они отдают как раз тоже на финансирование городских проектов. То есть вы можете свой проект... Ну, как-то из одной из передач рассказывали о них, кстати. Да, подать на эту платформу и зайти, собственно, в этот ресторан. Он находится на Канатной 27. Когда вы там едите, вы, получается, инвестируете в город. Вот, у нас будут лекции там в лектории проходить на следующей неделе. Ну, и в импактхабадеса — это греческая 1А. Там тоже будут лекции. — Вот те люди, которые уже зашли, так сказать, в эту школу, да, кто они, сколько их, и как они, наверное, разделяются на какие-то группы небольшие? — Да, это очень интересная аудитория, потому что можно же приходить на каждую лекцию и мастер-класс отдельно, а можно, собственно, пройти всю школу. Для этого там есть разные способы записаться, да, на курс. У нас сейчас есть около 15 человек, которые записаны на весь курс. Это такие очень смелые люди, у них абсолютно разная возрастная категория, но часто это люди как раз, которые хотели бы что-то менять или которые уже участвовали в определенных молодежных организациях, и которые теперь хотят просто прокачаться, стать на уровень больше, на уровень ближе к какому-то профессиональному активизму. Плюс у нас вот на первой лекции про реформы было около 60 участников, тоже самых разных, потому что у нас был такой ликбез про разные реформы, которые сейчас имплементируются в Украине, и то, как они могут повлиять на, собственно, нас одесситов, на каждого из нас, потому что мы точно все столкнемся с реформой медицины, точно все рано или поздно столкнемся с реформой образования, новоукраинская школа, у кого брат, у кого сестра в школу пойдет, у кого ребенок, а кто сам, может быть, соберется. Тем не менее, это все каким-то образом коснется всех. Поэтому вот мы собрали такую лекцию, это было около 60 человек. В общем, люди разные, некоторые из них даже похожи на городских сумасшедших, чего там скрывать, но очень маленький процент. Ну, помимо непосредственного контакта с той аудиторией, которая к вам приходит, вы же, наверное, еще и активны в социальных сетях, да, там тоже размещаете какие-то свои проекты. Ну, мы привлекаем аудиторию, да, зачастую через социальные сети, как раз для летней школы нам было очень важно, чтобы... Потому что мы понимаем, что социальные сети все же читают люди помоложе, нам было очень важно, чтобы сюда пришли как раз люди самых разных возрастных категорий, люди постарше. Мы старались даже размещать в газетах какие-то анонсы. Но да, мы в социальных сетях, есть летняя школа активизма на украинскую мову, Facebook, можно нас найти на разных информационных порталах. Понятно. Ну, вот мы еще говорили, да, вы говорили о том, что 18 августа это будет презентация проекта. То есть это будет проходить в какой-то аудитории, и, наверное, я так понимаю, что для людей, которым будет интересно просто посидеть, перейти, посидеть, посмотреть, послушать, либо вы будете еще приглашать на эту презентацию кого-то из, там, не знаю, чиновников, кого-то из бизнесменов, которые могли бы, вот прослушав этот проект, как-то его, то есть, короче, возглавить, так сказать, эту ситуацию и вести ее дальше к горизонту. Да, смысл в том, что члены жюри как раз, это будет такой формат, как питчинг, то есть ты представишь свой проект, а жюри дает тебе обратную связь. А члены жюри как раз они из разных-разных областей, то есть это часть нашей спикеры, которая вас обучили чему-то на летней школе, либо не обучили, если вы не прошли ее. Наши спикеры тоже, в том числе, владельцы бизнеса, в том числе коучи, какие-то тренера, которые разбираются в том, как строить бизнес-планы, люди, которые из третьего сектора, вот Александр Славский лекцию про реформу у нас, про образование рассказывал, Станислав Дрогаев, он будет давать обратную связь, если у вас образовательный проект, например, он работает в лаборатории образовательных изменений, они учат учителей, как учить. Естественно, будет представитель города обязательно, который даст обратную связь с точки зрения того, насколько это вообще реализуемо. Скорее всего, это будет и кто-то из союза архитекторов, и кто-то, кто... Потому что многие проекты касаются именно обустройства городской среды, а там нужен непосредственный комментарий человека, который разбирается в ландшафтном планировании, и в том, как это выглядит в городе в целом, свысока, вот эти все проекты. Плюс каждый может прийти посмотреть, потому что если какой-то проект действительно реализуется, а мы надеемся, что большинство из них, мы потом будем им оказывать поддержку, как Ukrainian volunteer service, то есть волонтеры какие-то, если нужны, или люди в команду, это к нам. Вам будет интересно это послушать, потому что непосредственный результат этого проекта, скорее всего, вас коснется, и вы же живете в этом городе, то есть вы сможете даже посмотреть, насколько это реально реализуемо, и, может быть, помочь кому-то, кто вам понравится. Вообще, в вашей организации, всеукраинская, волонтерская и наша одесская, насколько вас требуют, насколько к вам обращаются за помощью, ведь вы предоставляете такую услугу, вот, там, предположим, проводят какой-то, не знаю, там, суперкубок Украины, предположим, там, нужны волонтеры, предположим, там, еще какое-то знаковое мероприятие. К нам часто обращаются с такой просьбой, разница лишь в том, что в зависимости от того, какой у вас проект, мы разные варианты поддержки вам оказываем. Например, во-первых, проект однозначно должен быть аполитичным, должен быть некоммерческим. Да, это кредо. Если это политический или коммерческий проект, соответственно, волонтерство, там уже не волонтерство совсем, а что-то непонятное. Мы за чистое волонтерство. Поэтому, если у вас не политические, не коммерческие проекты, например, культурный фестиваль, и мы понимаем, что этот проект действительно социален, действительно полезен для города, как минимум мы как информационная площадка выступаем. То есть мы доставляем информацию о вашем проекте тому количеству волонтеров, которые у нас есть. У нас в Одессе минимум 300 активных волонтеров сейчас, и плюс база в 3000 человек, которые через наши программы прошли за все время существования организации. То есть ваша волонтерская возможность попадает в наши рассылки, в телеграм-канал, на Facebook и так далее. Если вам нужна более серьезный уровень поддержки, например, координировать волонтеров, то есть непосредственно нести ответственность за то, чтобы люди были, были вовремя на местах, и все это происходило, это немного другой уровень вовлеченности. Это значит, что кто-то из моей команды, координаторов-волонтеров, будет какое-то время условно работать на ваш проект в такой вот роли. Тогда ваш проект должен очень сильно подходить нам по ценностям, вписываться в какую-то общую стратегию, в которую мы видим, для чего мы делаем то, что мы делаем. Если, например, вы делаете городской проект, какой-то большой, и он согласован с городом, скорее всего, мы вам поможем. Ну вот, кстати, вот фестиваль «Зеленая волна» прошел, книжный фестиваль в Одессе. Ведь ХАБ тоже предоставлял помещение там для проведения встреч с писателями, по-моему, и так далее. То есть ХАБовская площадка тоже была задействована в этом мероприятии. То есть, в принципе, обращать. А так вот здесь вообще сначала лет уже огромное количество всяких фестивалей проходило. Да, и многие обращаются за помощью к волонтерской. Но мы, как бы, да, опять-таки смотрим на то, насколько это коммерческое событие. Самый большой бунт такой для волонтеров — это Выше Иванковый фестиваль, конечно, который проходит на День независимости. Это четыре дня День независимости до и после Дня независимости. Там, в принципе, всегда волонтеры играют особую роль, они создают атмосферу фестиваля. Поэтому вы можете видеть людей в вышиванках с бейджиком волонтер по всей Потемкинской и в районе как раз вот этого центра их полно. Они просто показывают, что как, что происходит. И это очень чувствуется, это влияет на атмосферу фестиваля. Зеленая волна, например, не используют волонтеров или используют их очень мало, насколько я знаю. Ну, кстати, вот этот вышиванковый фестиваль, который будет в августе, да, уже примерно знаете, что там будет происходить или еще пока есть время готовитесь? Не знаю, мы волонтером, мы скорее тоже как информационная поддержка в этом случае, чем как часть организационной команды в этом году, хотя в прошлые годы многие из наших, членов нашей команды Ukrainian Volatility Service принимали участие в организации. В этом году нет, но я знаю, что там, как всегда, будет невероятно классный концерт на День независимости возле Потемкинской, там всегда есть ярмарка Майстрив, это вот, которая от городской думы, она буквально тянется, и это настоящие такие майстры, которые отбираются, которые действительно и качественные украинские продукты делают те же вышиванки. В общем, должно быть классно. Ну и там цепочку в том году устраивали, тоже ходили волонтеры, пересчитывали количество людей. Да, 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 да. Ну, это как пример того, что может делать волонтер на фестивале, например. Есть много примеров того, что волонтер не может делать. Например, там волонтер не может получать гонорар за свою работу, или волонтер не может в коммерческом, в коммерческой деятельности принимать участие. Вот вышиванковый правильно работает с волонтерами. Ну, у нас вообще вот эта организация, волонтер сервис, она появилась впервые в Одессе, вам, да, потом она уже распространялась на всю Украину. Да, нам всего лишь год, кстати, скоро нам день рождения, вот, как общественной организации, хотя раньше мы работали как инициативная группа, вот как раз при поддержке Impact Hub Odessa уже более трех лет, тогда занимались развитием волонтерства в Одессе, потом собрались, осознали, что это очень-очень нужно, что люди хотят волонтерить по всей Украине, что есть разные движения, которым не хватает какой-то институции, которая бы их объединила, и мы создали Ukrainian volunteer service, я и Анна Бондаренко, наша основательница, собственно, и плюс команда из, наша команда инициативных ребят, которая с нами работала, вот уже более года мы работаем в таком ключе, у нас сейчас есть волонтерская программа в Киеве, в Одессе, то есть там можно непосредственно к нам присоединиться, а в других городах Украины есть наше такое информационное поле, и там можно попросить у нас тоже волонтера, например, в больших городах. Ну, молодежь как откликается, или они пока с некоторым таким удивлением смотрят на это движение? Ну, почему что удивление? Потому что, понимаете, у нас все-таки с нашей ментальностью, у нас это не очень было как-то принято, да, ну, в годы советской власти, да, вот, в начале, после развала страны, вот, а на Западе, в принципе, мы знаем еще там, когда были, не знаю, олимпиады 50-х, 60-х годов, там постоянно вот волонтерское движение вот при организации очень крупных мероприятий, это вполне люди с удовольствием идут, бесплатно помогают, работают там, и туристам помогают разобраться, предположим, если какой-то большой крупный международный форум. Ну, я скажу, что у нас не то, чтобы волонтерство не было популярным, просто люди не осознавали, что это волонтерство часто. У нас, например, вот вы говорите в Советском Союзе, там были пионеры, то есть все равно были люди, которые были, был какой-то институт помощи, скажем. Это субботники. Да, субботники проходили, просто потом действительно как-то это упразднилось, и нет никакого института помощи, который был бы вот сейчас, но молодежь сейчас очень активно принимает участие во всяких молодежных организациях, они едут по обмену, они хотят получить как можно больше опыта, они осознают, что они не получают опыт практически в университетах и школах, то есть школы и университеты не учат тому, что действительно нужно знать при приходе на работу, поэтому для них, для многих волонтерства это возможность и найти свою компанию, найти себя, попробовать действительно сделать то, что вот тебе интересно, написать статью, помочь какому-то форуму и понять, как это устроено, и сейчас действительно есть какой-то бум, оно становится более популярным, несмотря на то, что в Одесской области очень низкий процент людей, которые уверяют, что они волонтерили, при этом больше процентов людей говорят, что они помогали. Есть исследование JFK, такой большой фонд, который делает социологические исследования по Украине, что вот 2014 год, например, было больше, больше процентов волонтеров, больше 20 процентов людей заявляли о том, что они занимались волонтерской деятельностью, при этом в Одессе и на юге Украины этот процент всего лишь около 6, очень низкий. Сейчас, возможно, уже в общей массе люди больше слышали про волонтерство, ну и как бы принимают участие в проектах. Да, и проекты появляются, они просто действительно растут как грибы, и вот есть, тоже у меня ребята были недавно в эфире, которые экология занимаются, экологическим проектом, вот такие придумывали себе такого бумажного дракончика. И ребята, многие просто, так сказать, любящие свой край и занимаются активно туризмом, кроме этого, они ездят, вот в прошлом летом были, наверное, в этом, этим летом тоже, наверное, были такие группы, которые ездили по районам области, и местным ребятам показывали своим примером, вот там, типа, идемте вот во Видеополе чистить берег, предположим, Льман. Да, это мы делаем. Ну да, я же к этому и клоню, да, и там известная вот эта история про Макроны, которые купили с собой в другу, негде было в Рик, продали, и, в общем, выжили на вырученных деньги. Да, предприимчивость, тоже, вот социальные проекты развивают предприимчивость, и умение находить ресурсы, и возможности там, где их нет, это правда. Ну и действительно, ребята, особенно в районе, ну в крупных городах, понятно, тут есть достаточно большие такие организации, можно сказать, ну молодежные тусовки, которые, это не только там ночные клубы там, и так далее, а это еще действительно различные платформы, где молодежь может завить из себя, в конце концов, они могут играть в КВН, они могут заниматься художественной самодеятельностью, и так далее, и так далее. А вот те ребята, которые живут в сельской местности, вот в районах, у них где-то вакуум возникает, и они думают, что, ну, я же вешепланки и прыгну, и когда вы приезжаете, открываете глаза и говорите, это возможно, вы можете это сделать, мало того, вы от этого получите огромное удовольствие, и самое главное, будет результат просто виден. Да, это правда, кстати, вот по программу развития молодежи в районах, мы ее немного свернули, почему? Потому что поняли, что это здорово, помогать ребятам начинать какие-то инициативы, но гораздо эффективнее работать напрямую с людьми и развитием людей, потому что все равно большинство из них выезжает из своих городов, там нет университетов, то есть они поступают куда-то в большие города и как-то больше развивать в них понимание того, что я могу все, возможно, с помощью волонтерства или каких-то обучающих программ немного, кстати, эффективнее сработало бы, чем вот просто приезжать, показывать и уезжать. Вот сейчас у нас уже такое, мы смотрим на то, что тест более длительный результат, чем более краткосрочный. Ну а с другой стороны, те ребята, студенты, которые вот иногородние, живут в районах Хадидской области, которые сюда приезжают, вот попадают в это движение, попадают в ХАП, предположим, и так далее, они потом с этими знаниями возвращаются к себе, они же, в принципе, уже что-то сделали, они приезжают к себе, так сказать, в эту деревню, там, или в этот райцентр, и они, молодежь, скажут, ребята, так слушайте, можно вот так жить, ведь на самом деле... Да, мы в Украине на волонтерсервис, у нас очень много волонтеров с области, которые сейчас учатся, и они действительно показывают себя более активными, чем, например, некоторые одесситы, поэтому еще больше хочется сделать летнюю школу активизма и показать одесситам, что вот вы тоже можете не сидеть, а решать как-то проблемы, которые вас беспокоят, и не уезжать из города, а стараться сделать его местом, в которое хочется вернуться. Вот в этой летней школе, ну, собственно, до 18 августа тут осталось, там, дней 20, вот уже есть какие-то вот, ну, реальные проекты, которые, так сказать, ну, можно будет представить, над которыми уже работают, и с чем связаны? Мы запустили школу в прошлый четверг, то есть пока что у нас прошел только первый мастер-класс в эту субботу, и мы активно завем одесситов присоединяться, учиться с нами, потому что хотим, чтобы вот как раз появилось больше. Есть какие-то идеи, пока не доработанные, следующий мастер-класс по планированию проектов должен как-то решить эту проблему, я думаю. Ну, здесь должна быть действительно какая-то определенная смелость и такое определенное свойство характера человека, который, потому что мы, как правило, многие люди говорят, я это не буду делать, потому что у меня не получится, вот, а ты попробуй, вот это сделай, то есть вот есть люди с таким, такой ментальностью, которые они, действительно, а почему нет, я буду двигаться вперед, а есть люди, которых нужно все-таки взять за ручку и чуть-чуть так подвести вперед. Ну и плюс, это же не коммерческие проекты, то есть люди еще размышляют, возможно, я пойду, заработаю денег, а потом приду и просто дам денег, и это решит эту проблему, например, хотя по факту не всегда ресурсы и деньги могут помочь сделать хороший социальный или городской проект, потому что нужно внимательно учитывать внимание всех людей, которые будут иметь отношение к конечному результату, насколько он будет удобен для них, условно, насколько парк в этом конкретном месте в городе действительно нужен тем, кто будет в нем гулять или это просто вам кажется, что здесь лучше сделать парк. Мы как раз учим смотреть на проблему комплекса с разных сторон, чтобы люди вместе научились решать то, что им не нравится, приходить к какому-то совместному решению. Вот, например, думаю, что те люди, которые уже активные, у них, наоборот, зачастую завышенные какие-то амбиции или ожидания, им кажется, что вот сейчас я начну и не знаю, больше не будут застраивать исторический центр или я знаю, как решить эту проблему, я там сейчас простилю здесь везде асфальт. А потом они сталкиваются с тем, что это действительно сложно, что это нужно комплексно думать, много ресурсов, вовлечения разных людей. Но мы стараемся таким людям давать возможность хотя бы минимальную версию своего проекта сделать. Что ж, у нас минутка остается до окончания эфира. Давайте, наверное, еще раз. Может быть, кто-то услышал в нашу передачу, захочет прийти в эту летнюю школу активизма, вот куда они должны обратиться, каким образом можно... Они могут в Фейсбуке найти летнюю школу активизма, они могут погуглить летнюю школу активизма, они могут зайти на сайт volunteer.country slash summer school of activism, да, нужно будет знать английский. Они могут найти мое имя в Фейсбуке и там у меня поискать тоже, потому что мое имя, я думаю, было заметно. могут поискать у меня, куда кликнуть, чтобы найти эту школу. А имя Мария Донец, еще раз напоминаю, она была у нас сегодня в студии, она организатор вот этой летней школы активизма, я думаю, действительно, если вы захотите подключиться и провести вот эти 20 дней лет хорошая компания, тем более два раза в неделю и третий раз в субботу мастер-классы, думаю, это большого количества времени не занимает, но с другой стороны вы почувствуете себя реализованно. Спасибо вам большое. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова